Пока мы живем И хочется верить, что с каждым годом становимся мудрее Но все-таки некоторые мудрости лучше усвоить заранее Не учась на своих ошибках, а послушав тех, кто их уже понял Такие мудрости важнее просто знаний И их действительно можно применить в жизни Чтобы обрести более глубокое понимание самого себя Здравствуйте! С вами программа «Вторая половина» Сегодня мы в городе Сургуте В гостях у семьи протоиерея Сергия Глухарева И его жены, матушки Надежды Отец Сергий, клерик женского монастыря В честь иконы Божией Матери Умиления Только вернулся за службы Его возвращение домой всегда радость Для жены и сына Гриши Гриша – третий из четверых сыновей Аца Сергия и матушки Надежды Трое остальных живут своими семьями И как отец служат Богу и людям Отец Дмитрий, отец Константин и отец Николай Все клирики хантамансийской епархии Как они сами говорят, наверное, по молитве мамы Потому что я очень хотела, чтобы мне стали священниками Но нет, у нас такого нет, потому что давление какого-то Мне нравится, когда они просто рядом служат И я буду самый последний стоять Лишь бы рядом с ними служить Это жизнь дает Не только силы, это жизнь дает Я не знаю, как мы посвятали, просто жили, наверное Свой пример, возможно, был Очень любили их, любим их очень, наших ребятишечек Все-таки трудно оспорить истину, что детство – утро жизни И что именно его атмосфера, ощущения Так или иначе влияют потом на взрослую жизнь Матушка Надежды это хорошо знает на своем опыте Родом Курганская область, Каргопольский район Деревня Тукманная Замечательная деревня Там только до трех лет прожила И родители увезли нас в Челябинскую область В городе Ладжеринск В подстанции 13 Которая проводила в шахты свет Меня спрашивают, с какой семьей росли Я говорю, я благочестивая семья росла Мы с хорошей семьей Я не помню, что родители когда-то ругались Может быть, в молодости что-то было Я этого не знаю В этой благочестивой семье выросли пять дочерей В заботе, любви и вере Которые привела мама Мама же молитвы, почитала и нас учила Отче наш, Богородицу обязательно Вот как бы это И, конечно, она нас вводила на причастие Я была изгой в классе Почему? Дочь Богомолки Все Так что это А как это проявлялось? Проявлялось Ну, бойкоты Игнорировали Даже побивали Поколачивали Вот как-то вот так вот было Побили И было все никак Царапина Значит, это Пошел к участковому милиционеру Тут, значит, в школу В школу вызвали всех Родителей, учеников Значит, после собрания С нами вместе После собрания Классный руководитель Ставит всем двойки по поведению Мне в том числе Несмотря на то, что дома Любовь родителей Укрывала и защищала Обида на одноклассников На несправедливость взрослых Все равно оставалась В душе девочки Надежда росла И обида вместе с ней А потом я уже Она из мира бежалась Как что-нибудь Мне не так сказали Не так повернулись Не так посмотрели Я что-то Я обиду не выказывала наружу Я внутри все это носила Плакала, страдала Болезненная обидчивость Настолько укоренилась Что даже после школы Во время учебы В Челябинском Машиностроительном техникуме Где буринга не было Давала о себе знать Мне всегда казалось Что на меня не так посмотрели Ах, наверное, что мне плохо думают Или еще что-то Может, я не так сделала Какое-то чувство вины было у меня После окончания техникума Надежда три года Работала в Сыргуте В этом городе жила Одна из сестер А потом уехала в Урай К старшим сестрам И навстречу своей судьбе Яркая, артистичная надежда Всегда участвовала В художественной самодеятельности Пела, танцевала На одном из таких вечеров Ее и увидел Сергей Глухарев Я ее увидел Я говорю Вот Вот Володя Говорю Вот это будет моей женой А она была ведущей Красивая такая Ну вообще все Она Ее признали Королевой Бала Мужчина Какой-то взносит Наш колодок Молодой парень И показывает Что от кого у меня сидит Наши ручки Я только Молковой рукой подошел И говорит Ты не помнишь Я говорю Ну ты же мне Вот этот приз Сюрприз какой-то давал Это разносило Все это Я не помню Через полгода Молодой человек Сделал предложение От которого молодая девушка Не смогла отказаться Любовь уже вступила В свои права Сначала Глухаревы Немного пожили На родине мужа В Башкирии Но север Все-таки Перетянул обратно Город Покачи Стал новым местом Жительства И точкой отчета Нового периода жизни В Покачах Сергей и Надежда Оказались в команде Первооткрывателей Городского телевидения Она ведущая Он оператор А на эфир Приходили разные гости В том числе И верующие К примеру Мария Васильевна Красильникова Геолог по специальности Рассказывала О церковных праздниках Ездили снимать Сургут Праздник Нижневарцев Праздники Сталипанские Рождество Вот это все И решили создать Вот с ней Общину нашу Православную Регистрировать Общину Надо было в Тобольске В то время В центре епархии Заодно Там и повенчаемся Решили супруги Приехали в Тобольск За день до Великого поста Но попробуйте Поговорить с ладыкой Дмитрием Может разрешит Посоветовали им Мы записались Знаете, сколько там Народу сидело к нему Очень много И пары семейно сидели Все Он со списком И ходит И говорит Кто здесь Гухарева 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 в прямой Остальные давайте Завтра Потому что у меня В пять часов Служба вечером Два часа разговора С ладыкой Дмитрием Закончились неожиданно Давайте я вас Приложаю в семинарию Я говорю Какая семинария В семинарии потрудиться Потрудиться А там вы можете Семинарию Даже как обухом По голове Да Какая семинария Как Все Его потрудиться Мы должны Дмитрием Остаться Покачаки Я говорю Я не согласна А он говорит Я согласен Ну а я С детства Еще об этом Как бы мечтал Я помню Вспомнил Что Еще когда Ну не знаю Сколько мне лет было Ну может Пять Шесть лет Яркое воспоминание Раннего детства Поездка с семьей К крестному В Троицу Сергиеву Лавру Я помню Что я причащался Там Ну помню Что вот Видать Архимадрид Или епископ Даже меня Потому что Так темно Полумрак Такой помню И вот он В клубке И у меня там Из ложечки Знаешь Питесел И с ними Послушать Он был В скуфине В подряснике И я на него Смотрел Вот такими глазами И говорю Я тоже хочу Я тоже хочу И вот Через Сколько там Двадцать пять лет Это случилось Так что Я понял Простую Одну истину Что бы ты Не хотел Господь Твою исполнит Всегда Когда это будет Одному Богу Известно Но это Случится Сергей остался В Тобольске Надежда Уехала Обратно в Покачи Но долго Там без него Не выдержала На весенних Каникулах Примчалась С детьми К мужу И отцу Мы тоже попали К владыке Я говорю Как-то я не могу Без него Как-то все Приезжайте сюда Говорит С ребятишками Великим постом Мы уже там были Мы уехали оттуда Из Покачей Великим постом Мы уже там были С ребятишками В Тобольскую школу Тринадцатую Устроились Вот Так у нас так оказались Она только начала Воцерковляться Только приходить К таинствам Мир церкви Открывался постепенно А мир светский Отпускать не хотел Не накрашенная же стою Вся святая Стою в храме Пришла пара Пара молодая Девушка и парень Знаешь какой-то Она накрашенная Прямо стоит Ну крашенная Перекрашенная Я прям Какая мне там служба Какая молитва Я прям сужу их Мне хочется их Из храма выгнать Нельзя же этого делать Так крашеным Приходить Это все Ну идет И отец Виктор Нагайцев Маленький Такой батюшка Такой хорошенький До сих пор жив Ему лет 90 По 90 где-то там Наверное Я думаю Сейчас пожалую Если он их Выгонит из храма И говорит Девушка Вот видите Вот это Такая накрашенная У меня накладывается Мадушка Сегодня накрашена Завтра накрашена На послезавтра Не накрашена И так резко А сама-то давно Бросила краситься Господи Как мне стыдно Как мне стыдно Стало Действительно Просто осадил меня А потом Она сама Сама себя Стала осаживать Прежде всего Свои мысли Далеко не духовные Которые буквально Атакуют Во время службы Как-то невольно Начинают смотреть Кто в чем пришел Кто как молится Конечно Я все равно Как православный человек Я осуждаю Осаждаю себя Заставляю Я закрываю глаза В пол Прямо глаза Все стараюсь Не смотреть О нет Нет Да посмотрю Опять же Господи Прости На исповеди Все это говорю Мне стыдно За свои поступки Как порог Осуждение Это нехорошее Я стыда Всегда Что я осуждаю Ну какая Я-то при этом Какая Что я себе представляю Но благодать Божия Незаметно Поворачивает В правильное Русло И мысли И действия Так По благословению Владыки Дмитрия Супруги повенчались Той же весной После великого поста Да У меня отец Он Значит Его мать Она Я вообще Когда мы Вот диаконом Уже стал Да И Потом Я узнаю Мама мне говорит А мы ведь с отцом Венчаны Для меня это была Такая радость Отца Сергия Рукоположили Водиаконы В Тобольске В 1992 А через полтора года На Пасху В Иереи После рукоположения Шесть лет служения В Ишиме Потом в селе Бердюжье Тименской области Там организовывали Православную общину С которой вместе Достраивали храм А десять лет назад Поблагодарив Митрополита Тобольско-Тименского Дмитрия За все Приняли приглашение Митрополита Ханавансийского И Сурготского Павла И переехали туда Где уже служили Их сыновья Третья беременность Матушки Надежды Была тяжелой Ее готовили К кесареву сечению Из-за неправильного Продвижения ребенка А батюшка Зосима Тибольский наш Говорит Матушка Ты крести живот Сорок раз Богородица Читайте Чудо тебе поможет Бог тебе поможет Вы знаете Как-то заходит на обход А я там крещу Как раз Что-то там Матушка Пододелал Так что родишь Я говорю Молитву читаю Чтобы ребенок Перевернулся Повина короткая Его жена Она сидела Как раз На Атанузии Повина короткая Не перевернется Крести не крести Так еще Так мне сказал Но Гриша Перевернулся И не позволил Чтобы маму Оперировали Родился сам О диагнозе Новорожденного Врачи сообщили Жестко Не щадя Чувств матери И в выписке Было написано Больше не рожать С множеством Восклицательных знаков Но вопреки прогнозам Через год и три месяца В семье Глухаревых Появился на свет Еще один сын Николай Грише недавно Исполнилось 30 Митрополит Павел Благословил Носить подрясник Что он и делает С гордостью А еще Гриша нашел себя В фотографии Тоже Господь ведь с ним Господь Потом стали мы Фотоаппараты Хорош покупать И все Вот знаете Он даже Сколько Видели Сколько наград У него Да И сколько Людей Просит Приглашает его Куда-то Допустим Даже на юбиле Наши знакомые Чтобы Гриша Фотографировала Даже свадьбы Чтобы Гриша Фотографировала Летом Говорю мне Батюшка У меня халаты Уже поистрепались Восемь лет назад Похудела Говорю Халаты поистрепались Надо мне халатики Гриша исчез куда-то Приходит Два халата Мне принес Павел Купил Вот что-то Прямо И в размер И в тему И цвет красивый Ну вот это грешно А что значит любить? Любить Любить это как? Любить это просто Отдавать всю свою любовь Богу И Бог нам Дает свой свет Своё тепло И Натешение Недобующим Исцеление Еще в Бердюшьем Отец Сергий И матушка Надежда Организовали Общество трезвения А потом И в Сургуте тоже Взяли за основу Метод доктора Шичко При обществе трезвения Организовались курсы Которые При Екатеринбурге Царь Игоря Бачина Пришли курсы Тоже обучение Вот эти Вот учебу По избавлению От зависимости Там можно уйти Наверное И от Объедения От чревоуголья Допустим От осуждения Какие у нас грехи есть Вот от них можно избавиться И это Матушка Надежда Проверила опытным путем Когда-то обичивая Осуждающая Зашкаливающей гордыней Даже в семейных отношениях Она прошла путь Тяжелой болезни Перенесла две операции Когда поднялась Осознала Что не только медицина Ей призвана помочь Я пишу Прямо в дневнике Что я сожалею Что сама создала Учитель трезвения И вот только сейчас Все Вы знаете Наверное Неохота была Я думаю Любые причины Сказали Там некогда Занято Из болячки Все Неохота была ходить Просто Осознание не пришло Ко мне А вот тут я Решила сходить Я прям Я прям вслух Воскликнула Как-то однажды Почему я Раньше не закончила Эти курсы Я давно бы уже Не обижалась Не раздражалась бы Ее свекровь Называла ее Доченькой И всегда подхваливала Сейчас сама Матушка Надежда Называет доченьками Трех своих невесток Трех молодых матушек Она молилась Пресвятой Богородице Чтобы у ее сыновей Были именно такие Жены Мне вообще спокойно Когда она рядом Я всегда переживаю Если она Куда-то там Поедет к детям Там у Низи Варткс Или еще куда-нибудь Или в больнице Когда она дома Когда она рядом Даже Конечно Когда в храме У меня Двойная радость У матушки Надежды Несколько высоких наград Государственных И патриарших Между тем Самой большой наградой Она считает Свою семью Я думаю Что это мой муж Мои дети Мои девчонки с ноги Мои внуки Мой правнук Я очень люблю Хочу плакать Мы скоро с вами увидимся И продолжим знакомство С семьями священников И их вторыми половинами До встречи Мир вашему Дому Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok